Всем привет! С вами ВКИНО! Сегодня мы разберём сюжет фантастического триллера 2014 года «Континуум». Дэвид Раскин, старшеклассник-отличник, снимает видео, надеясь получить грант на бесплатное обучение в технологическом институте. За камерой его сестра Кристина. Парню помогают лучшие друзья Куинн Голдберг и Адам Ли. Дэвид разработал технологию, которая позволяет управлять дроном с помощью датчиков на пальцах через приложение в смартфоне. Неожиданно кто-то звонит на телефон парню. Однако Дэвид уверен в успехе своего изобретения. Через некоторое время он получает письмо из института с приглашением учиться и безумно радуется с мамой и друзьями. Но счастье кончается, когда парень считает, что большую часть обучения ему придётся оплатить. У семьи нет таких денег. Учитель в школе советует Дэвиду подать заявки в другие университеты, а друзья стараются его подбодрить. Вернувшись со школы, парень узнаёт, что мама выставила их дом на продажу, чтобы оплатить институт. Кристина находит брата на чердаке. Он роется в изобретениях покойного отца Бена, надеясь найти новую идею для заявки в институт. Ребята замечают старую камеру Бена. Последняя запись на ней – это седьмой день рождения Дэвида. Просматривая запись на ноутбуке, парень шокирован увидеть на ней себя настоящего. Дэвид поражает этим открытием друзей. Странно, что в реальности и в записи на парня одинаковые футболки. В школе Кристина замечает на видео в руке у брата брелок с балериной. Парень обнаруживает, что он случайно прихватил рюкзак своей возлюбленной – Джесси Пирс. Он очень смущается, когда меняется рюкзаками с девушкой. Дома ребята решают воссоздать видео, надеясь решить головоломку. Они понимают, что рука Дэвида тянется к выключателю в подвале и спускаются туда. Ребята решают проникнуть в закрытую лабораторию Бена. Подростки обнаруживают в полу секретное отверстие и достают из него контейнер с высокотехнологичным оборудованием. Они видят документацию секретного военного подраздела ДАРПа и их проекта Альманах, который исследовал путешествия во времени. Друзья хотят собрать машину времени, несмотря на опасения Дэвида. Парень решается на это, пересмотрев еще раз видео с отцом. Ребята закупают необходимые запчасти и начинают собирать устройства по схемам Бена. Они подключают машину к сети. Лампочки загораются прямо в руках, а затем взрываются. Следом воспламеняется машина. Дэвид шокирован от соединенных между собой инструментов. Друзья подключают устройство к компьютеру. Они считают, что это навигационная программа для установки точной даты перемещения. Адам создает приложение для смартфона, позволяющее задать нужную дату и время за пару секунд. Дэвид рассчитал, что можно отправиться максимум на три недели назад. Если пойти дальше, то они навсегда застрянут в прошлом. Ребята наконец включают устройство и удивляются, как оно влияет на окружающие предметы. Когда машина перегревается и охлаждающий элемент брызгает на футболку Дэвида, парни замечают, что на видео у него точно такое же пятно. Осталось найти водород, чтобы начать путешествие во времени. Ночью друзья крадут весь водород из кабинета химии в школе. Первый эксперимент терпит неудачу, и парни понимают, что им нужен более мощный источник энергии. Дэвид позволяет Джесси припарковать свой гибридный автомобиль на его лужайке. Когда девушка уходит, парень присоединяет провода к машине и продолжает эксперимент. Почти сразу к ним заходит Джесси. Она в шоке от увиденного. Неожиданное электричество во всем районе вырубается. Друзья находят игрушечную машинку, впечатанную в стену. По таймеру они видят, что игрушка вернулась во времени на два часа назад. Когда парни в школе обсуждают, что делать с устройством дальше, подходит Джесси и предлагает им самим отправиться в прошлое. Дэвид замечает у девушки брелок с балериной, как на видео, и они понимают, что смогут путешествовать во времени. Ночью в пятером ребята едут на окраину, чтобы переместиться на сутки назад. Они находят большое открытое пространство и включают машину. Устройство провоцирует мощный выброс энергии, который оглушает друзей и разбрасывает их по сторонам. Они возвращаются в город, чтобы проверить, удался ли эксперимент. Ребята идут к Куину домой. Он мирно спит в постели. Когда Куин из будущего рисует на его шее смайлик, Куин из настоящего просыпается и видит своего двойника. Возникшая временная аномалия чуть не стирает их обоих. Друзья хватают застывшего друга и выбегают из дома, понимая, что у них все получилось. За ними гонится собака. Тогда Дэвид нажимает кнопку и возвращает всех в настоящее, случайно прихватив с собой пса. По пути домой они видят листовки о пропаже собаки. Ребята устанавливают правила путешествия во времени. Первое – всегда перемещаться вместе. Второе – снимать все на камеру, чтобы зафиксировать возможные ошибки. И, наконец, никто больше не должен знать о машине времени. Понеслась. Куин с третьей попытки, наконец, успешно отвечает на вопросы учителя по химии. Кристина мстит однокласснице Саре, которая постоянно ее задирает. Друзья вместе выигрывают крупную сумму в лотерею. Дэвид оплачивает учебу. Куин покупает спортивную тачку, а Кристина обновляет гардероб. Дэвид продолжает улучшать машину времени, делает ее компактной и портативной. Он признается Джесси, что хочет вернуться в прошлое, чтобы предотвратить автокатастрофу, в которой погиб отец на седьмой день рождения Дэвида. Куин привозит в школу несколько фургонов с едой и угощает всех учеников. Дэвид собирает друзей под трибунами и переносит их на три месяца назад на концерт популярной группы. Ребята отрываются по полной. Друзья говорят, что это лучший день в их жизни. Дэвид и Джесси все больше общаются вдвоем. Девушке нравится парень, она ждет от него первых шагов, но Дэвид не решается ничего предпринять, и красотка уходит. Когда ребята возвращаются назад, они замечают странные изменения в настоящем. Мама Дэвида нашла работу, Куин стал звездой соцсетей, Сара теперь лучшая подруга Кристины, а Джесси почему-то избегает Дэвида. Парень решает все исправить и в одиночку отправляется в прошлое на концерт. Он признается девушке в любви, и пара целуется. Вернувшись в настоящее, Дэвид шокирован увидеть у себя дома голую Джесси после их бурной ночи. Позже парень удивляется, узнав, что его мама так и не нашла работу. В школе окружающие также ведут себя очень необычно. Дэвид приходит к Куину и Адаму, которые смотрят новости о недавней авиакатастрофе. Адам уверен, что отправившись на концерт, они изменили ход многих событий. Он приводит пример. В ночь отключения света капитан их команды по баскетболу сломал ногу, и они не вышли в плей-офф, хотя должны были победить в чемпионате. Отец травмированного баскетболиста не пошел на матч. Он, будучи пилотом самолета, отправился в полет, спровоцировал авиакатастрофу и погубился сотни жизней. Ребята решают все исправить и стереть из временной шкалы день, который они провели на концерте, хоть Дэвид и против этого. Однако компания все же собирается, чтобы прыгнуть в прошлое. Дэвид тайком сбегает от них, но его замечает Адам. Дэвид признается другу, что путешествовал во времени один, и пытается убедить его, что можно все исправить, если спасти баскетболиста. Адам уверен, что товарищ должен все рассказать друзьям. Но Дэвид нажимает на кнопку, отправляется в день отключения электроэнергии и спасает баскетболиста. Вернувшись в настоящее, парень ужасается, узнав, что Адам в больнице в тяжелом состоянии после автомобильной аварии. Дэвид идет в подвал и понимает, что спасти друга можно, если вернуться в день, когда он сбежал от друзей и отправился в прошлое один. Неожиданно появляется Джесси, и они незапланированно прыгают в прошлое вдвоем. Девушка задает вопросы о путешествиях парня в одиночку. В итоге он признается, что вернулся на концерт, чтобы признаться ей в любви. Джесси недовольна действиями Дэвида, но все же она говорит, что парень давно ей нравится. Неожиданно сзади подходит Джесси из этого времени. Девушки смотрят друг на друга, и обе стираются из временной шкалы. Парень возвращается в свое время и хочет снова прыгнуть, чтобы спасти любимую, но у него закончился водород. Прибегает Куин и кричит, что Джесси бесследно пропала. Дэвид хочет прыгнуть в прошлое, чтобы уничтожить машину и предотвратить все, что они натворили. Куин не согласен, так как устройство дало им новую жизнь. В дверь стучатся копы, чтобы допросить парня насчет исчезновения Джесси. Дэвид пытается ускользнуть через окно, но полицейские замечают его и устраивают погоню. Копы настигают парня в школе. К счастью, он успевает взять водород и прыгнуть в прошлое. Дэвид переносится в 2004 год и идет к себе домой, где маленький Дэвид отмечает свой седьмой день рождения, как на видео с камеры. Парень находит Бена в подвале. Отец горд за сына, который смог собрать машину времени. Дэвид с сожалением замечает, что невозможно просто взять и исправить прошлое. Парень ничего не говорит мужчине про сегодняшнюю аварию, он просто обнимает отца и тот уезжает. Дэвид достает компоненты машины времени и сжигает их. Парень возвращается в свое время, забыв все произошедшее. Брат с сестрой находят на чердаке две видеокамеры. Одна отца, вторая та, на которую друзья снимали свои прыжки во времени. Дэвид смотрит записи и подходит к Джесси в тот день, когда они случайно перепутали рюкзаки. Как вам фильм Континуум? Поделитесь в комментариях. Спасибо за просмотр и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok